Обязательно прийти на выборы. Этот призыв звучал с экранов телевизоров, информационных баннеров, из уст политиков и лидеров общественного мнения. Конечно, человек решает сам, но те, кто проявил активную гражданскую позицию, могут требовать с избранной власти. Так посчитали многие жители Щелковского района и в единый день голосования пришли на свой избирательный участок. От нас зависит очень многое, кто придет в руководство и будет защищать права наших граждан. С 18 лет, по-моему, ни одних выборов не пропустил. Но если раньше это было под строгим контролем руководителей, сейчас это свободный выбор. И мне не безразлично, по сути, судьба собственной страны. Как и положено, в 8 утра участки отворили свои двери для всех желающих. Всего в районе работало 120 пунктов для голосования. Выразить волеизъявление жители спешили с самого утра. Потому что я люблю свою страну, я считаю это мой долг. Я хочу меня заботить в будущее моих детей, моих внуков. Определить будущее для своей страны на ближайшие 5 лет. Без преувеличения ответственная задача. В Государственную думу от Адамодатного округа номер 127 выдвинулись 9 кандидатов. Второй бюллетень по выборам во Всероссийский парламент стал самым длинным буквально. На выбор избирателей 14 партий. Также два бюллетеня избиратель получал для голосования за кандидатов в региональный парламент. Кроме того, жители города Щелково избирали представителя 15-го Адамодатного округа в Совет депутатов поселения. Надо свои голоса давать, мы как думаем, чтобы Россия передвигалась вперед. Выберем тот, кто будет за нас во всех нашей политической жизни защищать. И в хозяйственной, и в политической деятельности, везде. Ну, чтобы мы почувствовали, что нам стало легче жить и нашим родителям, и старикам. Залог легитимности, честности и открытости выборов. Комплексы обработки избирательных бюллетеней были установлены на большинстве избирательных участков. Кроме того, проследить за ходом голосования и понаблюдать за работой участковых комиссий можно было онлайн. Многие участки оснастили видеокамерами. Это тоже одна из мер защиты от вертификаций. Также за процессом выборов следили наблюдатели, а необходимую помощь избирателям оказывали волонтеры. Как и все жители на своих участках голосовали представители власти. Молодцы. Довольно-таки большая активность избирательная. Все делают выбор. Поэтому, конечно, мы благодарны. Я уверен за то, что у них такая активная жизнь на гражданской позиции. Конечно, всем прийти на выборы обязательно. Потому что надо выразить свою гражданскую позицию. Надо делать все возможное, чтобы в стране было гражданское общество, которое имеет, конечно, разный политический взгляд. Но уверенно в будущем. Каждый должен выбрать сам свою партию, своего депутата. Это очень важно. Потому что это дальнейшее развитие нашей страны, нашего района. Я проголосовал в 12-й школе, в новой 12-й школе. Участок 34-40. По стороне оставаться в наше время просто неправильно будет. Это все равно, что оставаться в стороне, когда вы наблюдаете, когда происходит какое-то преступление. Если вы не голосуете, значит, вы не имеете морального права власть критиковать в принципе. Поэтому приходите, голосуйте. Я думаю, вот такое обращение к жителям я бы сегодня сделал. Контроль за проведением голосования со своей стороны организовали и общественники. Во время выборов активно работала мониторинговая группа общественной палаты района. Активисты реагировали на все обращения, которые поступали от жителей по горячей линии. Посетили мы порядка 15-20 участков избирательных в разных частях нашего района. Никаких замечаний замечено не было. Общались также с наблюдателями. Они говорят, что выборы проходят максимально честно и прозрачно. На участках все проходило штатно. И люди спешили на голосование в приподнятом расположении духа. И можно сказать, возраст здесь не помеха. Так, в почтенные 105 лет на избирательный участок приехала долгожительница из Щелково Елизавета Позолотова. Вы всегда ходите на выборы? Ну а как же? Это обязанность каждого гражданина. Стремились на избирательные участки и те, кто в голосовании участвовал впервые. Молодые избиратели признаются, выборы для молодежи – это не формальность, а реальная возможность принять участие в формировании будущего своей страны. По традиции им дарят подарки. Никто доподлинно не знает, откуда появился этот обычай. Но отходить от принятых норм мы в этот раз не стали. Очень интересно. Первый раз пришла, заранее готовилась, смотрела, куда идти нужно. Но я считаю, что это очень важно, потому что каждый человек в государстве должен сделать свой выбор, сказать свое мнение. У территориальной избирательной комиссии впереди большая работа. Предстоит подвести итоги единого дня голосования. На данный момент все проходит спокойно, никаких серьезных нарушений не выявлено. Мы сами выезжали на избирательные участки. Если были какие-то там недопонимания, то все тут же устраняли. Итоговая информация о проведении единого дня голосования в наших следующих материалах. Телерадиокомпания Щелкова будет следить за развитием событий. Продолжение следует...